Здравствуйте! В эфире программа «Юрисконсульт». Темой сегодняшней программы является договор займа. По договору займа одна сторона, заимодавец, передаёт в собственность другой стороне, заёмщику, деньги или другие вещи, определённые родовыми признаками. А заёмщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег, сумму займа или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. В договоре займа нужно обязательно определить предмет займа, деньги или вещи, которые обязан передать заимодавец, а также обязанность заёмщика вернуть такое же количество денег или вещей. В договоре займа нужно сторонам точно определить, какая сумма денежных средств или какое количество вещей передаётся заёмщику. Если такие положения в договоре отсутствуют, то суд может признать его незаключённым, а это может оказаться невыгодным как заимодавцу, так и заёмщику. Заемщик считается исполнившим обязательства в момент возврата суммы займа или вещи заимодавцу, либо в момент зачисления денег на его банковский счёт. Стороны могут предусмотреть и иное в договоре займа. Когда договор займа является процентным, его надлежащее исполнение предполагает также уплату процентов на основной долг в полном объёме. Сумма займа должна быть возвращена в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. Если в договоре условия о сроке отсутствуют или он определён моментом востребования, то заёмщик должен вернуть предмет займа в течение 30 дней со дня предъявления взаимодавцем требования о возврате. В договоре займа может быть не указан срок возврата суммы займа, но определён срок действия договора. В таком случае такой срок будет считаться сроком возврата суммы займа. В случае, когда стороны срок возврата займа в договоре не установили или определили моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заёмщикам в течение 30 дней со дня предъявления взаимодавцем требования об этом. В договоре займа вместо конкретной даты можно написать, что заёмщик обязан вернуть предмет займа в течение определённого срока с момента, когда взаимодавец предъявит такое требование. Условие договора займа, в котором предусмотрен возврат суммы займа менее или более чем за 30 дней после направления требования о возврате, не противоречит статье 810 Гражданского кодекса РФ. На этом на сегодня всё. Если у вас есть вопросы, звоните по телефону, который вы видите на ваших экранах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова